Время новостей Татарстана на ТНВ в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Суд постановил снести. Вот убрали. Раз, два, три, четыре пролета. Чем-то татарстанским экологам помешал забор на одном из предприятий, знает Сергей Хайдаров. Разгромили кладбище. На могиле даже стоять нельзя, не то что туда заезжать. Почему жители деревни Тайгузина Менделеевского района возмущены действиями местных властей? Ситуацией разбиралась Филюза Хамедулина. Трудности, доказательства. Обязательно сертифицировать, не сертифицировать, но тут три юриста, четыре мнения. Как должны штрафовать за стоянку на зеленой зоне, узнал Дмитрий Аринин. Долгожданные квадратные метры. Ой, знаете, эмоции вообще переполняют. Радость новоселов разделила Алия Хайрудинова. Технологический прорыв, цифровизация производства, WorldSkills 2019. Эти темы сегодня стали главными в Казани. Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития страны, обсудил с Рустамом Минихановым вопросы координации. Встреча прошла в Доме правительства. А в техникуме связи Дмитрий Песков воочию убедился в том, как технологии помогают готовиться к мировому чемпионату рабочих профессий. Что он увидел и что запретили показывать нам, расскажет Салават Мухамадуллин. Пожалуйста, не снимайте роботов. Роботов не показывать, с молодыми профессионалами не общаться. Такие условия в спортзале Казанского техникума информационных технологий и связи. Эти ребята члены сборной России по WorldSkills компетенции робототехника. Они готовятся к мировому чемпионату, который в августе примет Казань. Тренировки проходят в спортзале и параллельно с занятиями спортсменов не случайно. На чемпионатах WorldSkills, как правило, все компетенции располагаются поблизости, тем самым создавая друг другу, например, шумовые помехи. Так молодые профессионалы учатся сохранять концентрацию в любой ситуации. Здесь самое современное оборудование и большое количество комплектов и оборудований, которые нужны для тренировки. В связи с этим было решено, что все тренировочные мероприятия будут проходить именно здесь. Как готовятся, какие условия технологии. Сегодня здесь Дмитрий Песков. Он специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития. У Казанского техникума статус межрегионального центра компетенции, но в амбициях планка высшая. Тема бакалавриата здесь, конечно, бы очень помогла. Мы думаем, что престиж рабочих профессий – это не только уровень техникума, техникума, это уровень академии, прикладной академии. Пока ищу техникум, а сегодня ценный совет от эксперта, в каком направлении развиваться. Если говорить о рекомендациях, я бы подумал о следующем шаге для техникума. Конечно, здесь когда-то была аналоговая пространство, потом в нем появилась цифра. Да, и сейчас надо связать две эти вещи. Цифровизация экономики и технологический правиль. Сегодня стали повестки и встречи Рустама Миниханова с Дмитрием Песковым. Они обсудили вопросы координации деятельности. Слава Тухмадолин, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Что применить в республике для дальнейшего инновационного развития? Этот вопрос сегодня обсудили Рустам Миниханов и директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов. Ассоциация включает в себя 14 субъектов страны, в том числе и Татарстан, которые развиваются через инновации. Рустам Миниханов – председатель Совета Ассоциации. Сегодня вместе с директором обсудили новые точки роста региона. Инновации и современные технологии в энергетике. Зима уже на пороге. Задача номер один – обеспечить бесперебойным теплом население. Паспорт готовности для компании ТГК-16 Минэнерго России выдал. Подготовка специалистов ТГК-16 к зиме включила масштабный комплекс мероприятий. Ключевые моменты – реализация ремонтной программы и повышение надежности электроснабжения потребителей. Результатом проделанной работы стало вручение паспорта готовности к отопительному сезону. Решение о вручении паспорта готовности ТГК-16 к работе в отопительный сезон 2018-2019 года Минэнерго вынесло на основании мониторинга показателей работы компании. За 10 месяцев на модернизацию и ремонтные работы было потрачено около полутора миллиардов рублей. Заключены договоры на поставку основного и резервного топлива. В компании готовы и к непредвиденным ситуациям. На регулярной основе проводятся противоаварийные тренировки. Учения по отработке действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Получено свидетельство на право введения аварийно-спасательных работ, в том числе газ-спасательных работ. Так энергетики ТГК-16 в очередной раз доказали свою готовность к зимнему периоду. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Теперь рядовые татарстанцы ставят задачи министерствам на 2019 год. Что делать и как? Сегодня в Казани на заседаниях общественных советов подвели итоги пилотного проекта по публичному формированию задач для госорганов социального блока. Какие направления работы определили для Минкультуры и Минтруда Вероника Гайнадинова? Больше виртуальных библиотек, скидки в музеи и увеличение кинотеатров в районах республики. Улучшить работу министерства культуры захотели больше 4000 человек. Проект начался со сбора предложений от экспертов и членов общественного совета. На онлайн голосование вынесли 20 целей. В течение месяца татарстанцы на портале госуслуг могли проголосовать или предложить свой вариант задачи для госоргана. Около 200 респондентов представили свои идеи для Минкульта. Это увеличение учреждений культуры, мероприятий на татарском языке и виртуальных музеев. У кого-то был посыл именно увеличение количества интересных мероприятий, у кого-то был посыл снижения стоимости. Безусловно, очень много было просьб граждан касательно снижения стоимости, например, или создания абсолютно бесплатных билетов для детей в музеи, например. Трудоустройство молодежи, комплексная реабилитация инвалидов и сокращение безработицы. Активнее всего жители участвовали в определении целей для Минтруда. Свои голоса отдали больше 7 тысяч человек. 400 предложили свои варианты, а более тысячи жителей оставили комментарий по конкретной задаче. Отрадным является для нас то, что совпали наши интересы с людьми в деле повышения адресности выплат. Не могут люди, которые имеют 2-3 квартиры, допустим, какие-то большие земельные участки, претендовать на те же выплаты, которые, допустим, получают люди по малой обеспеченности. Это было бы в корне социально несправедливо. Общественные советы выделили 5-7 главных приоритетов. Над этими задачами министерства будут работать в 2019 году. Вероника Ганудинова, Данил Филатов, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Еще одна стена между экологами и бизнесом сегодня разрушена. По решению суда на территории арендуемой фирмы «Риверстон» в Зеленодольском районе снесен забор. Он ограничивал свободный доступ к берегу Волги. Это нарушение закона. Почему, удовлетворив требования экологов, предприятие столкнулось с новой проблемой, расскажет Сергей Хайдаров. Последние два дня на предприятии «Риверстон» шум, пыль, строительный мусор. Фирма выполняет решение суда. Кругом куски бетона, металлические прутья, в общем, все, что осталось от былого забора. Как раз к этому забору и возникли претензии у экологов. По их мнению, он ограничивал свободный доступ к берегу Волги. Убрали. Раз, два, три, четыре пролета. Это 20 метров. Как раз только должно быть расстояние от забора предприятия до воды. Константин Юскеев, директор компании. Они занимаются отгрузкой песка и гравия. Говорит, такое ограждение им нужно было для безопасности. Зайдите на Казанский порт, где вы увидите, что там нет забора. Там везде все под заборами. Для чего это делается? Для обеспечения сохранности материально-технических ценностей. И обезопасить людей от получения травматизма. Как выяснилось, этот забор фирма не ставила. Она арендует территорию Указ Горстроя. И ограждение появилось здесь раньше. Теперь устранять нарушения арендаторам приходится за свой счет. Такие нарушения экологам сложно выявить. Часто они скрыты от глаз. Поэтому рейды проводят по суше, воде и даже с воздуха. Если в прошлом году административные штрафы выписывали 214 раз, то в этом уже реже. Составлено 109 протоколов от административных правонарушений. Наложено административных штрафов более миллиона рублей. Одним нарушением стало меньше, говорят экологи. А вот арендаторы этой территории очень обеспокоены. Потому что сдавать ее владельцу они должны будут ровно в таком же состоянии, в котором и принимали. А это значит, что по договору стена все-таки должна будет быть. Как решать эту проблему, они пока не знают. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На месте кладбища строят дорогу. С просьбой о помощи в нашу редакцию обратились татарстанцы, чьи родственники захоронены под деревней Тайгузина Менделеевского района. Ограды разрушены, могилы исчезли. В вандализме обвинили местные власти. Что на самом деле происходит на Тайгузинском кладбище, выясняла Филюза Хамедулина. Это кладбище деревни Тайгузина. У Эльзы Хабибарахмановой здесь похоронена сваха. Могилу нашла с трудом. Ограда исчезла, возмущается она. Летом сельские власти начали масштабный субботник на погосте. Тогда ограждение пропало. До сих пор не вернули на место. По словам Эльзы, многие могилы сейчас невозможно найти. Это кладбище единственное в округе. И ему, по словам местных сторожилов, больше века. За это время здесь толком в субботнике не проводили. Упавшие сухие деревья, заброшенные могилы, бурья, мусор. В этом году сельские власти решили погост привести в порядок. Но некоторые жители в этом усмотрели попытку уничтожения кладбища. Жалобы посыпились во все инстанции. Инициатором большой уборки на этом кладбище стал местный имам Хатыб Миннекамиль Хузин. Говорит, работы начали еще в мае, но субботник затянулся. Кладбище в три гектара, а рабочих рук мало. Инициатива была моя полностью. Когда после 9 мая собрались народы, говорят, давайте разбитые, сломанные деревья. А потом приходят, говорят, о, вы когда пилили все эти кладбище, сломали. Ну, народ мало у нас, нету, никто не ходит. Вот, если бы дружно были бы так, много ходили, там быстро бы кончили. А сейчас вот 3-4 человека идут, а они, что там делают? Роберт Набюлин в свои 75 лет от ним из первых вызвался убирать запущенное кладбище. Вместо со своими васильчанами работал каждое воскресенье. Мусора и поваленных деревьев было столько, что ввозить их пришлось большегрузами. Кто-то возмутился, мол, техника беспокоит души усопших. А некоторые и вовсе решили, кладбище сносят и прокладывают дорогу. Без техники там невозможно. Куда денешь спиленные, срубленные, стволы такие толстые. Их ведь надо откуда-то вывозить, на плечи ведь эти пинки не будешь таскать. Куда заезжают не специально прокладывают дорогу, а просто заезжают разовые. Беспокоиться из-за оград и потерянных памятников не стоит, успокаивает глава сельского поселения. Эти неудобства временные. Которые ограды мешают, они постепенно их снимают, нумеруют, отводят в сторону, спиливают деревья. Когда безопасность уже минует, они ставят их на свое же место в таком же порядке, как они стояли. Завершить работы на кладбище сейчас мешает снег. Поэтому субботник продлили до будущего лета. Тогда его завершат, если сельчане дружно возьмутся за дело. Напоминаю, в нашей редакции есть ватсап. Его номер 8-987-420-0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные в фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Эпопея со штрафами за парковку на зеленой зоне набирает новые обороты. Нижнекамская городская прокуратура сочла, что такого рода нарушения должны фиксироваться только автоматическими фотовидеокамерами. И добилась отмены одного штрафа. Напомним, ранее по поводу процедуры парковочных взысканий в Казани уже судились в Верховном суде страны. После Госсовет Республики, казалось бы, урегулировал все законом, на чьей стороне теперь, правда, выяснял Дмитрий Аринин. Именно этот двор на юности 21-а стал камнем преткновения между Нижнекамскими прокуратурой и административной комиссией. Последнее во время рейда штрафало здесь всех, кто припарковался на газоне. Однако надзорный орган счел, что это незаконно. По мнению прокуратуры, процедура, когда вручную фотографировали автонарушителей и через ГИБДД выяснили, кто владелец, вступила в противоречие с Российским кодексом об административных правонарушениях. Привлечение собственника транспортных средств допускается только в случае фиксации административного правонарушения средствами фото-видеофиксации, которые работают в автоматическом режиме. В данном же случае административные правонарушения фиксировались не такими средствами. Как добавляют при таком способе выявления нарушений, нужно узнать, кто именно припарковал машину на газоне. Может быть не сам собственник, а его родственник. Точку зрения прокуратуры разделил Нижнекамский городской суд. Но в администрации города с исходом дела не согласны. С позицией прокуратуры мы не согласны. Комиссия свою деятельность осуществляется в соответствии с законом Республики Тарстан, о передаче госполномочий по организации деятельности административных комиссий. Судебные премии по поводу парковочных штрафов Республики уже были. В 2017 году казанские представители Федерации автовладельцев России, дойдя до Верховного суда страны, добились отмены взысканий. Юридическую силу потеряли правила благоустройства, по которым за парковку на газонах и детских площадках могли наказывать муниципальные власти. Право штрафовать и только с протоколом закрепили за сотрудниками полиции. Неверховный суд вынес решение, которым признал недействующими со дня вступления решения в законную силу, пункты 155.9 и 174.3 правила благоустройства города Казани. В том же 2017 году Госсовет Татарстана издал специальный закон, по которому муниципалитеты вновь получили штрафные парковочные полномочия. Однако, как сейчас объясняют парламентарии, как точно должны фиксироваться нарушения, в законе не сказано. В законе об этом зачем прописывать уже? Как это? Фиксации, ну, надо смотреть, всем доказать, как она делается. Это может быть фотофиксация, видно же, какую еще надо. Это может быть видеофиксация, тоже видно. Это может быть просто схема, нарисованная от руки. При свидетелях, пожалуйста. Ну, а вот обязательно сертифицирован, не сертифицирован. Ну, тут три юриста, четыре мнения. Сейчас Нижнекамский исполком начал готовить операцию в Верховный суд Республики. В Фемиде, вероятно, снова придется поставить точку в очередном парковочном противоречии и законодательном парабеле. Дмитрий Аринин, Рамзельгарипов, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Неутешительную статистику показал татарстанский рынок алкоголя. Сегодня на заседании Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной продукции озвучили, за полгода выявлено 2207 нарушений закона в сфере ее оборота. Заседание провел Рустам Мениханов. Помогал и сервис «Народный контроль». За год поступило более тысячи обращений от граждан. Больше всего нарушений зафиксировано в Казани, Челнах и Нижнекамске. Более 2200 нарушений коррупционной направленности выявлено прокуратурой республики в этом году. По 26 возбуждены уголовные дела. Сегодня в Казани состоялась совместная пресс-конференция представителей силовых структур. Больше всего к ответственности привлекались за мошенничество, получение взятки, превышение должностных полномочий. Около 600 нарушений касаются предоставления недостоверных сведений о доходах. Помимо дисциплинарной ответственности привлечено более 250 должностных лиц. Чаще всего коррупция встречается в сферах строительства, ЖКХ, образования и здравоохранения. На сегодняшний день суммарный ущерб по уголовным делам коррупционной направленности за этот год, за истекший период, составил порядка 640 миллионов рублей. Около 10% этой суммы, 69 миллионов рублей, возмещено добровольно в ходе следствия. И на большую часть, то есть остаток вот этой суммы, как раз, которая не возмещена, наложено арестное имущество, которое принадлежит виновникам. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Общественный контроль майских указов Путина. Чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все те поручения указа президента. Что решили члены ОНФ на своем съезде в Москве? Радик Фархулин. Долгожданные квадратные метры. Ой, знаете, эмоции вообще переполняют. Радость новоселов разделила Алия Харудинова. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Это решение сегодня приняли в Подмосковье на съезде ОНФ. Здесь встретились более 4000 активистов со всей страны. Как их работу оценил Владимир Путин и какие задачи поставил, расскажет Радик Фархулин. Главная тема встречи – исполнение майских указов Владимира Путина. Собственно, Общероссийский народный фронт и ставит своей целью контролировать выполнение поручений президента и подстегивать лучшие работы чиновников на местах. Как отметил Владимир Путин, результаты по-настоящему впечатляют. ОНФ доказал, что он полностью отвечает тому предназначению, ради которого создавался. Посмотрите, 11 тысяч незаконных свалок закрыто с вашим участием. И я знаю, что это не простая работа, а работа в сфере экологии по другим направлениям. Защиту лесов и что-то, и связанное с этим. Послушайте, это работа такая, требующая личного мужества. Как добавил президент, в последние годы в стране был наведен порядок в армии и обеспечена обороноспособность страны. И теперь нужно обратить пристальное внимание на гражданскую сферу. Прорывное развитие должно прийти в промышленность, науку, образование и здравоохранение. От активистов Народного фронта ждут контроля за реализацией нацпроектов из нового майского указа Владимира Путина. Чтобы были дороги не к руководителям, где они живут, к их домам, а к детским садикам. Чтобы строились детские садики, чтобы были места в школах, дети не учились две и три смены, такие случаи есть. Чтобы были квартиры детям-сиротам, то есть это все сферы нашей жизни, в которых мы живем. И чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все те поручения и указы президента. В работе съезда участвовали 12 татарстанских активистов УНФ. По итогам встречи был избран новый состав Центрального штаба движения. Одним из его сопредседателей стал директор КАМАЗа Сергей Кагогин и на путстве от Владимира Путина. Сейчас стране нужен хороший общественный контроль, и фронтовикам это вполне по силам. Радик Вархулин, Дмитрий Аринин, ТНВ, Московская область. Экономика, наука, промышленные сферы взаимного сотрудничества сегодня наметили руководство Астраханской области и Татарстан. Рустам Мениханов и в Рио губернатор Астраханской области Сергей Морозов подписали соглашение о торгово-техническом, научно-техническом и социальном взаимодействии между регионами. Пока товарооборот колеблется от 500 миллионов до миллиарда рублей. Астрахань поставляет в республику рыбу и соль, Татарстан, технику и продукты питания. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в области машиностроения, судостроения. Хорошие перспективы, я думаю, что наши регионы имеют в области нефтегазохимических отраслей. Мы уже имеем опыт работы по реализации наших проектных решений на объектах социально-культурности. Ну и активизировать нам надо работу по поставкам товаров народного потребления. Строительство жилья и обеспечение работы и главное, что нужно для сохранения села. Сегодня Фарид Мухаммедшин в Кайбетском районе провел зональное совещание по повышению деловой активности сельчан. Обсудили создание сельхозкооперативов, возврат к системе льготного кредитования ЛПХ и проблемы социального развития. Остр стоит вопрос молодежи, она уезжает в города. Для решения этого вопроса главы районов, предприниматели предложили начать обучение в сельских школах основам профессии тракториста, сварщика, токаря и других специальностях. Мы привыкли работать открыто, гласно и не забывать то, о чем договаривались. Вот эта форма позволяет повышать ответственность и глав поселений за положение дел конкретно на его территории. О прошедших и предстоящих рабочих визитах Рустам Мениханова ответил. На ряд вопросов журналистов сегодня в Доме правительства прошел традиционный брифинг для журналистов о главных заявлениях далее. Руководство Татарстана собирается обсудить с банками более лояльное отношение к самозанятым в вопросе выдачи кредитов. Так в республике отреагировали на федеральные инновации. Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога для самозанятых. К ним относятся граждане, оказывающие услуги или продающие товары, при этом не имеющие работодателя и наемных работников. Налоговые ставки будут от 4 до 6%. Татарстан станет одним из четырех пилотных регионов, где в ближайшие 10 лет будет действовать это новшество. Когда у нас появится такая категория, как самозанятые, в случае если у них появится потребность в получении каких-то кредитов для того, чтобы развивать свое дело, чтобы банки относились к этой категории гораздо лояльнее и шли с ними на конструктивный диалог. Вот такого порядка президента в задачи поставлены. Конфликт между учительницей и учеником 16-й Бугульминской школы вынесут на широкое обсуждение. Инцидент станет основным вопросом на республиканском родительском собрании. Его в начале декабря организует Министерство образования. Напомним, широкую огласку получила аудиозапись, на которой преподаватель, не стесняясь выражениях, распекает девятиклассника. Самое главное, наверное, то, что это не просто единичный момент, когда исчерпаны ситуации, и они забыли. Министр, насколько мне известно, распорядился, чтобы в рамках республиканского собрания, которое должно состояться в начале декабря, в повестке стоял вопрос педагогической этики, как один из основополагающих для обсуждения, вывести эту тему на более широкое обсуждение. Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортом, железнодорожным станциям, морским и речным портом имен выдающихся деятелей. Напомним, завтра завершается голосование на сайте проекта «Великие имена России». Жители Татарстана отдали более 150 тысяч голосов за имена аэропортов Казани и Бегишева. За вариант для столичного аэропорта больше всего голосов отдано Габдуле Тукаю, больше 62 тысяч. Кандидат Николай Лимаев, именем которого могут назвать аэропорт в Закамье, набрал более 29 тысяч голосов. Он также лидер в голосовании. Расчетно-кассовое обслуживание – одно из самых распространенных видов банковских услуг. Для бизнесмена важны не только цена и качество предоставляемых услуг, но и надежность банка и его финансовые показатели на рынке. В банке Аверс могут открыть расчетные текущие счета в рублях и в иностранной валюте как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации. Обслуживание счета включает все виды операций с наличностью, прием платежных поручений в рублях и переводы день в день, а также услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте. Для удобства клиентов все расчеты можно проводить дистанционно. Банк Аверс гарантирует надежность проведения операций и обеспечивает высокую скорость проведения операций. Денежные переводы в рублях осуществляются с использованием общей национальной расчетной системы ЦБРФ. Переводы в иностранной валюте происходят в межбанковской системе SWIFT. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов учитывает индивидуальные потребности клиентов. Банк Аверс также отвечает всем требованиям кредитным организациям, уполномоченных Центробанком России для открытия счетов застройщиков жилья. Для застройщиков банк предлагает открытие расчетного счета, гибкие инструменты минимального неснижаемого остатка на счете и возможность эффективно размещать в банке свободные денежные средства. Сегодня в микрорайоне Салаватку-ПРФ, Казань, большой праздник новоселья в доме 8-2. В этом году это четвертая сданная высотка. Квартиры получили бюджетники, молодые семьи, переселенцы из аварийного жилья, а также ветераны войны. До конца года планируется сдать еще пять домов. Алья Хайруддинова разделила радость новоселов. Спасибо большое. Глаза салаватовцев сегодня светились от счастья, а руки дрожали от волнения, получая ключи от новых квартир. Семья Ландыш-Гайсиной ждала этого момента пять лет. Раньше вчетвером ютились в однокомнатной, теперь заезжают в трешку. Площадь около 80 квадратных метров. Ой, знаете, эмоции вообще переполняют. Прям вот, не знаю, даже слов не могу найти, честно говоря. Очень рады, очень. А это семья Хайрулиных. Первым делом они будут обустраивать кухню. Мебель для квартиры уже куплена и ждет своего часа в гараже. Пока же осмотр комнат и вердикт. Все добротно, все чистенько, аккуратненько. И вид очень хороший с окна, да? Вид хороший. В жилом комплексе Саловат-Купыры не только активно сдаются квартиры, но и активно развивается социальная инфраструктура. Например, в ближайшее время уже будут ремонтироваться центральные дороги. Оставитесь у детского сада, мы можем наблюдать уже сейчас. Транспортную проблему саловатовцев должна решить электричка. Курсировать она будет с интервалом каждые полчаса. Пока же новоселы заняты осмотром полученного жилья. Дом на гарантии 5 лет. Будут жалобы на недочеты, подрядчик их устранит. До конца года в планах заселить еще 5 домов микрорайона, а это более тысячи семей. Леха Ирудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Выпуск продолжит информация о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска, в 21.30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Разгром по-казански. Хоккеисты Акбарс одержали шестую победу подряд. В матче против Торпедо произошло сразу несколько памятных событий. Данис Зарипов провел в чемпионатах страны 1164-ю игру. И обновил прежний рекорд Алексея Калюжного. Торпеда была в нокауте. До середины третьего периода команда Дэвида Немировски пропустила пять шайб. Даже смена вратаря не помогла нижегородцам. Один раз гости все же смогли огорчить Эмили Гарипова. Игрок с татарскими корнями Дамир Жафаров забросил шайбу престижа. Однако на общем настроении поединка это особо не отразилось. Приятно, конечно, забить две шайбы. Получается под две шайбы. Отличный матч. Много шайб было. Поэтому спасибо партнеру моим, что у нас так ярко получается. Зеленодольские гимнасты стали сильнейшими на всероссийских соревнованиях. Турнир среди юниоров и юниорок завершился в Пензе. Всего приняли участие более 300 человек из 44 городов страны. Зеленодольск представляли воспитники детской юношеской школы номер один. Гимнасты выступали по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого взрослого разряда. Мария Минаева стала абсолютной победительницей в многоборье. Кроме того, ей удалось завоевать награды в финале на отдельных видах. Золото в вольных упражнениях, бронза в опорном прыжке. Тем временем в Казани разыграют кубок президента Татарстана по прыжкам в воду. В турнире примут участие около 100 прыгунов до 18 лет. Из России, Дании и Белоруссии. Спортсмены определяют сильнейших в прыжках с трамплина, вышки, а также в санферонных прыжках. Республика Татарстан на соревнованиях представит 4 воспитанника училища Олимпийского резерва. Это мастера спорта Карина Шкляр, Валерия Кравцова, Глеб Касьянов и Артем Трубин. Открытие соревнований запланировано на 1 декабря в 14.30 во Дворце водных видов спорта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Похолодало в ночные часы особенно, но в пятницу дневные температуры повысятся. Более подробно через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево ожидается переменная облачность, снег и минус 7. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге дневные температуры также повысились. Пять мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске также около 5 градусов ниже нуля. Будет облачно и снежно. На северо-западе, Варске, Вкуп, Мари-Болтаси переменная облачность, местами снег и минус 6. Для юга-запада 30 ноября будет пасмурным, снег и 7 градусов ниже нуля. В центральных районах, Чистополе, Альметьевске, Мамадыши переменная облачность минус 5, минус 7. В субботу ожидается ясная и морозная погода. Одеваемся теплее и гуляем чаще на свежем воздухе. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Дневные температуры минус 5, минус 7. Ветер западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртудного столба. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.